В 10.15 – начало торжественного митинга у Вечного Огня. Слово «героям» они вспоминают самое начало войны. Я попал в артиллерийскую часть. Всех нас рассортировали. Мы-то думали, все пойдем на фронт и сразу перевернем все на свете и выгоним всех наших недругов. С расстояния прожитых лет жизнь в тылу в годы войны кажется светлее, чем была. И момент неподдельного всеобщего счастья, известия о победе. Хоть и немножко в недостатке жили, но нормально, хорошо все. Мы были доярками, нас доставляли и косить, и полоть. Мы были как раз в поле. В поле и приехал на лошади, связной мальчишка. И всем кричал, что кончилось. В продолжение темы счастья. Счастливы те, кто вернулся домой с фронтов той войны живым. Счастливы те, кто живет в окружении друзей и родных, у кого есть внуки и правнуки. Собираемся вместе за круглым столом, вспоминая дедушка, где был, что делал. Приходят к нему и бывают и знакомые, и друзья. Дальше также по традиции возложение венков. С каждым годом фронтовиков, которые еще могут сами прийти и поклониться погибшим, собирается все меньше. Праздничное настроение и гордость за победу переполняет всех, кто пришел на вечный огонь. Хотелось бы, чтобы, конечно, уже таких побед не было, чтобы не было таких военных событий, чтобы мы могли, конечно, жить в мире, жить вместе и жить как союзники, как соседи, как люди, которые развиваются мирным путем, они должны защитить себя и своих соотечественников. Великая Отечественная была испытанием для всего народа, и память о ней тоже общая, одна на всех. У меня родители уже пожилые люди, но они отец ветеран тыла, и мама застала послевоенные годы, поэтому, конечно, вот эти воспоминания, они у каждого семьи, каждого ребенка, их правнуков сегодня. На вечный огонь многие пришли с детьми. Маленькие иркутяне еще не знают истории этой победы, но уже понимают всю торжественность этого дня. История Великой Отечественной войны прежде всего складывается из истории каждой отдельной семьи. Кто-то воевал на фронтах, кто-то трудился в тылу. В 43-м году на фронте погиб мой прадед. Хочется сказать большое спасибо за то, что история нашей страны и моей семьи продолжается. Алина Вовчик, Константин Синицын. Новости сейчас.